Звоните срочно подругам, оповестите округу и расскажите супругу. Распродажа идет, не нужно ждать больше чуда, тут скидки больше друг друга. Курьеры мчатся по кругу, это нам не забыть никогда. Распродажа 11.11 на Озон. Успейте! Привет, босс! Это Трикота. Распродажа 11.11 на Озон. Я в отличное начало. Это шоу Трикота, йоу, всем салют, меня зовут Эрик Трикота, так что всем нашим зрителям, Виби ТГК. Да, это Виби ТГК из группы Триагрутрика. Мы снова делаем выпуск Трикота 3.0 для меня. Это для меня третий выпуск, юбилейный. Студия прикольная, вообще это Айскрим, да, называется. Я думаю, что надо здесь записать трек будет. Три кота подросли, подросли три кота, большие стали. Ну такие у нас серьезные гости. Жирные кошаки такие уже. Короче, что будет происходить? Да. Смотри. Я придумал ему несколько челленджей, несколько тем для фристайла и также придумал вопрос интересный. Суть в чем? Короче, здесь 12 или 13 карточек, и я для артиста заготавливаю 13 каких-то этапов. Кругов. Да, кругов. И дойдешь ли ты до последнего круга, короче. Вот. На все вопросы я надеюсь, что ты будешь отвечать честно. Ничего плохого там нету. Там все только доброе. Короче. Могу чуть-чуть поднаемать. Делай вот так, в камеру, чтобы мы хотя бы... Погнали. Надеюсь, там не будет каких-то там на руках стоять. Не-не-не. Три раза кукареку. Давно не стоял на руках. Че, я тяну карту? Давай тяни карточку. Короче, 12 заданий, и он должен справиться со всеми этими заданиями. Это фристайл. О, да. Бухие разговоры на кухне. Типа тема, да? Давай. Твоя тема, бухие разговоры на кухне. Ну, давай. Короче, в конце шоу, сколько заданий ты пройдешь, в конце шоу мы, короче, просуммируем эту движуху. А я нарежу так, чтобы всегда охуенно делаю. Разговоры на кухне. Давай бит послушай, когда тебе нравится. Давай я тебя повключаю, я тебя разные биты подобрал. От крутых чуваков. Все, кто нам дает биты, ребят, респект вам. Давай. Вот бит. Кухи разговоры на... Я даже кресло бы не повернул, если бы на голосе... Ладно, давай дальше погони по рэпу двигаться. Это потом вернемся. Не вернемся, брат. Я, чем дальше ждешь, тем сложнее. Чем больше пьешь, чем больше пьешь, тем сложнее. Я, бухие разговоры на кухне. Друг жаловался мне на жену. И на тачку. Бухие разговоры на кухне. Может быть, просто встал с куфты. Может быть, это там, в прошлом. Остались легкие дни, сейчас тебя давит работа. Ты один, идешь в этой тьме. Мысли в твоей голове дыры прогрызли. Как крысы с хвостами лысыми. Йоу, тебя мучают. Ты сам лысый стал, теряешь волосы. Они уже седые. Тебе говорят, затонируй бороду, будь как Кратос. Ты как... Браган, будь ты как Кратос. Будь уже седые. Затонируй бороду и будь как Кратос сильным. Но ты слабый. Как какой-то антагонист дырявый. Который в первой голове. Чувак, будь сильнее. Бухие разговоры на кухне. Это бухие разговоры на кухне. Чувак, как тебе, короче? Мне кажется, ты круто справился с челленджем. Да, наверное, да. Сейчас это посмотрим. Ближе к седьмой, я скажу, короче. На середине карты. Давай дальше тянуть. Вот это все для чего нужно? Чтобы посмотреть, как артист будет выкручиваться из различных типов ситуаций. И ситуация по факту безобидная и просто на приколе. А Карлик выпрыгнет за стуны, что-нибудь такое? Мушкетер, Карлик-мушкетер. Типа, давай подумаем тему. Надо середины брать, я уже понял. Нет, там уже вопрос сейчас будет какой-то. Вот, ну тогда все. Его? Свой трек на другой бит. Не фигняйся. Давай попробуем сделать этот челлендж. Давай. Какой трек ты будешь? Не знаю. Включи бит, сейчас решим. Я даже не знаю, на самом деле, какой. Пошли. Во. Какой же текст? Не могу вспомнить ни один пиздец. Хотя текстов у меня много есть. Ни один текст писал в один присест. Яу. Может лучше пофристайлить? Вернуться к теме понты и не прокатят? Или тянуть следующую карту? Потому что с этой че-то так как-то. Я вспоминаю трек. Такой момент, как будто треков вообще нет. Нет, нет, нет ни одного трека. На человека. Ноль, 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 ноль. У тебя треков нет. Вот послушай мой. Есть у меня новый. Немножечко попсовый, но зато готовый. Йо. Фристайл из заготовок. Главный заголовок. Йо. Че в этом такого? Слишком много думал между строчек. Оба, оба. Мой пол звучит как пуля. Начинаем с нуля. Трек летит как пуля. И таких треков да. Вибби, ТГК. эй эрик трикота идеально я готов следующий карте давай погнали давай чё там что там о чем ты мечтаешь реально бро о чем это я писал я драматургии чуть добавил короче так на камеру спрашивают я реально о чем-то мечта из короткого бро можно ничего такого длинного не говорить вот о чем короче сейчас чем она серьезную волну выходит может на этот вопрос серьезно отойдет где это пианино вот это было и прямая бочка давай 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 о чем ты мечтаешь брат да о чем ты мечтаешь реально бро о чем когда я ложусь спать отворачиваюсь стене и лучик света отражающийся от фонаря проник это вот ноги бьет мне в глаза когда я вспоминаю детство удали его вообще пожалуйста чтобы он больше не играл никогда ужасный бит кто его написал о чем мечтать можно о чем взрослый мужик может мечтать взрослый мужик может хотеть и получать вот чё взрослые мужики делают если говорить о мечтах я бы хотел чтобы успокоились разные короче перестали заниматься типа и чтобы больше добра было вот об этом только мечтать можно остальное все мы так короче я согласен вот только тот музон не ставь и это гелики едут вырезано сдать из роликов кое-что знаем о тебе эрик сейчас твой брат зайдет и расскажет из детства одну по рубрике мы кое-что знаем короче это рубрика мы кое-что знаем эти я это во фристайле скажу а ты меня поддержишь давай либо опровергивает может быть это неправда даже и о басок такой появился ну кое-что знаем о тебе а прикинь альтернативная вселенная но ты тоже там рэпер верный до мысли как лица до если группа наискай слиться да наискай с лица наискай с лица вот вспомнил меня прям по сердцу да наискай с лица это до три агрутрики короче расскажи про наискай с лица в двух словах мы кое-что знаем о тебе вот такую тему мы узнали что это вообще респект за знания за такое короче это очень старая тема блин я в таких даже цифрах боюсь говорить но это было блин там 19 лет назад короче мы с джамой типа были знакомы а потом разошлись пути и вот мы подрослись снова и уже как бы на новых темах зацепились и начали тусоваться так у него дома зависать то у меня дома зависать там и придумали наискай с лица но это так формате прикола просто шутка типа а что такое наискай с лица типа группа типа гопнички такие короче злые ну вот челябин с 2005 года типа вот там такие все спортивных костюмах и вот типа это как бы порой цвету вот но мы написали несколько треков там можно вот если кто-то лютый фанат такой вот прямо знает много от реагрутрики вот джамала неизданный альбом наши микрошипово называется вот там есть частица наискай с лица короче она перелилась вот в наши микрошипы альбом да боком обок бьются пацаны с коробок двигаются связки там такая удивился что мы узнали об этом ну об этом да ну и прям не сильно но так нормально удивился короче вот если желтенько красненько и зелененько то вот до желтенького поднялась у меня удивление не красненько уже было ярко-желтая ярко-желтые удивление включая бит а я буду подбит тянуть карту короче давай да да чтобы все уже было внутри короче бита бит чтобы обволакивал все это тема ну такой вот он на битстарсе сидишь да и не можешь короче выбрать вот этот пианино ну ладно давай нормально фристайл джингл про давай джингл про что-то мы делаем с тобой джингл я не умею джингл делать давай ты покажи я тоже сделаю джингл про что тогда джингл джингл вот этот трек про что джингл про может спортивный зал с какой-то спортзал да не давай про носки про спортивные носки йоу ты история про спортивные носки я про них видел сны интересный магазин это магазин называется носки мир мир спортивных носков проверочное слово николай носков ты уже наверно думал про пацанов которые заходи к нам в магазин носков и если тебе холодно носи носки йоу осени ближе к осени эээ лучше купи утепленные но йоу раньше мы зимой носились в ветры поверх обычных куда бы я не ехал было клево зимой так холодно на урале минус тридцать носков не бывало много носков бывало достаточно гости пришел снял они все в катышках потом бреешь их машинкой спортивные носки стильно спортивные носки носков это джингл так джингл джингл есть понял что это весело короче но если из носков позвонят ну весело вот ты понял вот мы сейчас же удовольствие получили я вот про такую тему сучу я вот в следующей карте братан что двигаемся дальше розыгрыш короче это карта розыгрыш и в этом благодаря этой карточке мы делаем какой-то крутой розыгрыш который принес нам артист бро что ты подготовил чтобы разыграть среди подписчиков кто будет смотреть этот выпуск что это первый альбом наш вечерний челябинск диск печатал газгольдер еще прикиньте это с 2010 года диск прямо вот он лежал короче и альбом который мы вот выпускали недавно это будни с джамалом вот эти два короче эрик разыграет да автографы давай ставим австаем все что тебе нужно сделать какой конкурс будет что бы ты хотел чтобы они строчку может какую-то твою добили что нужно давай просто самый кто добрый человек будет короче там начнут истории писать как они бабушек ну вот vaak давайте самую добрую стать давай самый добрый story короче пиши в комментариях самую добрую свою историю но не придумывая самая короткая добрая история но не придумывай и сам прикольный комментарий мы отберем и зашлем тебе, короче, диски. Следующая карта. Самое большое достижение и самый, блядь, провал. Можешь, типа, здесь, ну, текстом просто сказать? Самое твое большое достижение какое было? Всегда на такие вопросы сложно отвечать, потому что с одной стороны неохота мелочным показаться какую-нибудь там вообще тупую прямо рассказать, а с другой стороны пафосно, там, знаешь, что-нибудь вы***ться. А говори, как есть, если это будет пафосно, вы же будет... На данный момент, да вот, ребенок у меня, короче, родился. Вот это достижение. Самое большое. Не знаю, что сильнее этого. Вот это мощно было. Провал самый, блядь. Не, вообще, про это мы не говорим. Никаких провалов. Только достижение. Да. Короче, давай тогда отсюда тему какую-то вырулил. Давай, давай, давай. Достижения или провалы. Давай. Провалы и достижения. Давай. Какой биток? Что тебе нужно для движения? Хочу п***датый. Пошел! Да, нормальный биток. Провалы и достижения. Провалы и достижения. Провалы и достижения. Достижения и провалы. Между ними нужны интервалы. Ты не летал, если не падал. Я был на вершине, если не был в подвалах. Достижения и провалы. Провалы. Все, братан, с кем не бывало. Я помню, как все начиналось. Помню. Все еще пар валит. Достижения и провалы. И... Да, и дальше. Да мне нравится. Покажи демку. Готов? Демку? Да, какую-то. Блин, да. Могу демку показать. Вот, есть жесткий трек, слушайте. Земля вращается, но ты не чувствуешь жесты и мимику. Ты ищешь мускулы, викторианские, люстры, лепнина, меха и вина. Тебя так купили. Мы у костра грелись, как у камина. В минус искры, стрыски бензина. Анестезия. Очередь сильно летымя. Ты много берешь до дешевого стиля. Это уже индустрия. Короче, такой трекан у нас есть. Не скажу, с кем потом услышать. И классный трек будет жесткий. Такой про всяких беспонтовых рэперов. Типа, мы их снова диссим, е-е-е. Вот. Ну, нормально так мы диссим. Слушай, ну, если честно, трек очень круто звучал. Жестко, современно, свежий. Когда говоришь современно, это уже не современно. Крутой трек. Класс. А когда он выйдет? Не знаю, на альбоме. Давай, короче, после вот как шоу выйдет, давайте. Ну, наверное, зимой вообще. Ноябрь. Давай ноябрь-декабрь. Че, двигаемся дальше? Е. Тяни карточку. Наконец-то. Это секретный гость. Давай. Итак, следующая карточка. Это секретный гость. Да. Бау. Привет, мы тебя рады видеть. Мы как на дневнике Оксаны Пушкиной. У вас хорошая, 77B. Почему? У тебя отличный динамический микрофон. Шурик старый. Да? Раз на три. Еще король и шут выступали. Первый концерт. Наша задача сделать сейчас трек. Давайте трек сделаем. Давай тему посмотришь. Поставь что-нибудь приятное, спокойное, мелодичное. Скажи, про что ты будешь читать? Тему. Прогулки по лесу, но ягоды собираешь, ягоды. Я это прогулка по лесу, собираю ягоды, но не ради выгоды. Хочу сварить компотик, чтобы сварить компотик. Собираю чернику, собираю малину, собираю я много разных ягод. Собираю чернику, собираю малину, собираю я много разных ягод. Аккуратнее с волчьей ягодой. Опиши, как она выглядит. Не знаю, пробую все подряд. Пока проверяю, волчью ягоду ищу, чтобы потом показать всем ее. Я гуляю по лесу, травка высоко выросла, на ней роса. Собрал много иван-чая, костер разжигаю. С грибами не шутим, шишечки разные, кедровые орешечки для белочки. Я бы честно бы сказал, что есть различные мнения, но для меня лес это целое уединение. Да, когда нет народа, когда наедине ты с природой. Ты хотел тишину, и теперь один сидишь в лесу или в поле. Вдоль ручья, ты идешь голым. Голым по лесу, вот это, да, нормально. Блин, я хотела сделать припев, что я собираю все эти ягоды, они лечат не ангию. Вот, а когда еще то, что ты голый в этот момент, это еще пикантнее. Че, двигаемся дальше? Да, давай. Здесь тема есть. Вот, деревенский тип первый раз в городе. Выхожу с Казанского вокзала, сразу в глаза, вау. Вижу Ярославский, а че, может быть два вокзала сразу? Потом в Ленинградске, ой, хуже три. Похоже то, что у нас в деревне всего один. И тот полустанок. Доехал я на лошадях в телеге со своим чемоданом. Я в поезде ограбили цыгань. Скинхедом отдал паспорт. Доехал кое-как сюда добрался. До Москвы, пожалуйста, здрасте. Деревянский тип впервые в городе. Я деревню на проводе. На нем дедовые резиновые сапоги. Тулуп, тулуп или фуфайка. Вы различаете? А он различает. Просто вы не знаете. В деревне это важно. Он приехал с своей собакой. В клетке цыплята. И шапка, ушанка. Тема, тема. Я настолько огромен, а. Я настолько огромный, что он модный. Я настолько огромный животный. Я как анаконда. У меня есть мой флоу. Ты к этому не готов. Ты не знал, как делать. У меня есть семья. У меня есть семья. И семье ищу я свою тупмузу. Зацени какую. На битах я устрою тусы. Для меня фристайл. Это братики искусства. Для фристайли сделал целую капусту. На фристайле делаю я устно. На фристайле делаю. Всегда я дружно. Это шоу. Три кота. Делаю от самого сердца. На инстинкт. На рецепте. Это интернет. Это шоу. Три кота. Помнишь, когда пять лет? Я только начинал кайфовать. Три кота. Это трушно. Им даже в ВК подарили брат кружку. Им Ютуб подарил кнопку. Но ее не берем в студию. Неохота. Это шоу. Три кота. Три кота, кота, кота. Что фристайлить, не нужна нам кота. Это шоу. Три котяры. Потому что тут три бати. Лола в этой игре тоже бать. Девально, что у нас теперь такой формат, где мы можем с тобой просто посидеть. И побазарить за музло. Да, ты. Потому что мне говорил, давай снимем. Я говорю, давай в старом стиле. Ты говоришь, что это значит? Я говорю, давай без зрителя. А, ты, когда ты это сказал, если честно, я подумал, что вот оно. Что кто-то типа так же топит за фристайл, как и я. И я такой. Бля, под этот музон вот обсуждать. Давай, давай. Это кайфрубаю. Пафосный момент.